есть такой сайт mdb на нем представлены фильмы из разных стран этих фильмов есть рейтинг сколько людей поставили свои оценки и много всякой другой информации мы мой научный коллектив соскрепили информацию с этого сайта за 7-17 годы то есть фильмы вышедшие 7 по 17 год попали в нашу базу эта база сейчас выглядит вот так переменные и сами фильма мы хотим решить такую задачу какие переменные влияют на популярность фильма среди переменных возьмем количество лицензий критиков рейтинги критиков количество номинаций этого фильма на различные награды и количество действительно полученных наград а также возьмем переменную год выпуска потому что скорее всего фильмы вышедшие пораньше имели возможность получить побольше оценок и соответственно побольше просмотров чем те фильмы которые вышли попозже итак моя содержательные гипотезы состоит в том что на популярность фильма влияет рейтинг поставлены критиками количество рецензий написаны критиками количество номинаций на которые фильм был подан и количество наград которые он получил и когда потенциальные зрители заходят на сайт и думать чтобы ему посмотреть он выбирает ориентируясь на эти характеристики фильма именно так гипотетически они и увеличивают популярность фильму теперь надо выбрать метод которым решим поставленную задачу чтобы выбрать метод нужно описать переменные которые участвуют в анализе то есть переменная world мета скор нам кри трюм номинаций свинц и я сначала надо определить тип шкалы каждой из этих переменных начнем зависимый переменный она не имеет специальных кодов числа которые здесь стоят означает то что они означают то есть сколько человек поставили свою оценку тому или иному фильму переменный год то же самое вот он и есть год и все остальные переменные которые будут участвовать в анализе они тоже не имеют кодов соответственно не метро шифровок остается понять какие свойства заложены в этих переменных можем ли мы считать номинальными порядковыми или интервальными тире количественными все эти переменные имеют единицы измерения переменная вот это количество людей поставивших оценку переменные wins количество наград номиней шанс количество номинаций нам кри трю то есть количество рецензий да тоже абсолютно объективный показатель количество рецензий может быть несколько менее объективный показатель это мета скор то есть пользователь то есть рейтинг критиков он изменяется от единицы до 100 получается он измеряется в баллах баллов очень много то есть количество градации этих переменных очень большое гораздо больше шести поэтому тоже можно считать эту переменную интервальной или количественной таким образом все переменные которые мы планируем анализировать относятся к количественному типу теперь надо посмотреть на распределение этих переменных потому что разные методы анализа имеют ограничения с точки зрения распределения переменных которые участвуют в анализе начнем зависимый переменной можно правой кнопкой мыши но мы хотим подробно описать эту статистику поэтому аналайз дискриптиз статистикс поскольку переменная количественная поэтому выбираем эксплуат плос я убираю график стэм андриф и выбираем инстаграм можно сразу поместить в верхнее правое окно все переменные которые будут анализироваться результат будет не совсем такой как если бы помещать эти переменные по одной разница обусловлена тем что когда мы помещаем несколько переменных из анализа исключается любой фильм у которого по этим переменам хотя бы один пропуск у следовательно когда несколько переменных будет исключено больше фильмов чем если рассматривать переменной по одной но поскольку в дальнейшем все эти переменные одновременно будут участвовать в анализе поэтому разумно и здесь их тоже рассмотреть вместе